Друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться с вами одним очень важным открытием. Это открытие просто перевернуло мою жизнь. После этого открытия моя жизнь уже не будет прежней. Я вот реально очень многое осознал. И вот эта тема очень глубокая тема. Я не знаю, или вы ее осознаете, или вы эту тему уже чувствовали в своей жизни. Но вот я ее прочувствовал очень сильно. И, блин, в этом огромная сила. Обязательно досмотрите это видео до конца. Вы знаете, да, что все, что я вам рассказываю, я через это сам прохожу. И вот есть такие темы, которыми я просто обязан поделиться. Сегодня речь пойдет об осознанности. Сейчас у нас период карантина. Я не знаю, как у вас, в ваших городах. Ну, у нас сейчас в Киеве все закрыто, ничего не работает. Ну, супермаркеты работают, и банки работают. И вот люди сидят дома. Вообще, да, как повлияет вот этот вот кризис, как повлияет этот карантин на людей? Потому что нужно со всего извлекать пользу, вы знаете. Я надеюсь, что люди хоть начнут что-то осознавать, и процент думающих людей, он вырастет. Потому что вот, да, закрыли сейчас людей, представьте, да, закроют людей на 3 месяца. А они жили одним днем. Одним днем. Вот, у них нет работы на 3 месяца, им нужно кушать, а у них, к примеру, кредиты. У них не было сбережений, да? И вот я хочу, чтобы люди об этом задумались. Потому что после кризиса, после карантина многих будут увольнять. И вот было бы круто, да, если бы люди задумались и не жили одним днем. Начали инвестировать в себя, начали думать о своей финансовой безопасности. Потому что вот в период, когда все хорошо, мы живем вот одним днем, мы живем вот этим окружающим шумом и не обращаем внимания на себя. Но сегодня я не об этом хотел бы поговорить, я хотел бы затронуть более такую глубокую тему. Тема «Живите здесь и сейчас». Не одним днем. Задумайтесь, не одним днем, а здесь и сейчас. Мечтайте, планируйте, визуализируйте, но живите здесь и сейчас. Не одним днем. Это вот две разные вещи. И вот эта осознанность ко мне пришла, когда вот мы с любимой сидели дома. Когда я много времени проводил дома. Я и так провожу очень много времени дома. Я работаю, монтирую, развиваюсь, много сейчас считаю, инвестирую, готовлю вот для вас проекты. Но вот этот период заставил меня задуматься. Вот именно этот период. Вроде бы все то же самое, да, но все совершенно по-другому. Помните, я говорил, что вот в моменте между людьми нет разницы, что в моменте все люди одинаковы. Здесь уже решает ваши отношения. Вот я сижу вечером на кухне, пью чай, и вы сидите вечером на кухне и пьете чай. Чем вы отличаетесь от меня? Ничем. Я сижу, вот кушаю гречку, и вы там сидите, кушаете гречку. В моменте мы одинаковы. В моменте у меня ничего нету. Ни яхты, ни денег, ни сбережений. У меня есть вот осознанность. Понимаете, о чем я говорю? Осознанность. У меня там есть какие-то проблемы. Да, я, например, переживаю. Вы переживаете. Но здесь и сейчас вы сидите и пьете чай на кухне. Все, мы с вами одинаковы. И вот в этих моментах раскрывается ваша сущность. Понимаете? В этих моментах. Вот представьте, закрыли вас на карантине на полгода. Меня закрыли на карантине полгода. Какого-то там миллиардера закрыли на полгода. То есть нужно тупо сидеть дома. Вот. Строгий карантин. Еду вам приносят. Вот представьте, да? Вы просто сидите дома. И вот тогда на предний план вылазят главные вещи. Они всегда были главными. Только окружающий шум заглушал вашу душу. Деньги становятся не важны. Ты сидишь дома. Ты не можешь их потратить. Визы в паспорте не важны. Ты не можешь никуда слетать. Миллиардер на своем самолете никуда не может полететь. Понимаете? Мы все становимся равны. Твои дорогие украшения никому не нужны. Кому ты их будешь показывать? Все. Понимаете? А есть ли рядом с вами человек любимый, с которым вы хотите провести время? Кто рядом с вами? Есть с вами те, ради кого вы хотите жить. Вот, вы сидите дома. Все равны. Деньги. Ничего не важно. Машина у кого-то есть. Нахрен она. Нельзя на ней ездить. Все. Все равны. И вот тогда вы задумаетесь, что на самом деле главное в моей жизни. Чего я достиг? Зачем я живу? Окружил себя всеми этими игрушками? А на самом деле внутри-то ничего. Внутри пусто. Вот представьте, да? Миллиардер окружил себя моделями. У него там целый гарем. Вот, закрыли его на карантине. Вот, у него есть 100 моделей. Вот. За два дня он там с ними сделал все, что захотел. И все. А что после? А что после? А после пустота. А на душе пусто. У него нету ни детей, к примеру, ни любви. Нету ему ради чего жить. Сидит на карантине, бизнес закрылся, к примеру. Деньги где-то там есть, но он не может ими пользоваться. Все. Сидит чисто дома с этими моделями. А что дальше? А дальше-то пустота? И ради чего тогда было жить? Какой смысл в успехе, если нету самого главного любви? Какой смысл окружать себя всем этим машинами, яхтами? Какой смысл, если нету самого главного? Для кого это все? Вот для кого? Что ты хочешь дать этим миру? Ничего. Чисто живешь ради себя, чисто потребитель, да, чисто паразит. И все. Это деградация полнейшая. Вы должны понимать, что успех – это гармония во всем. Это и здоровье, и деньги, и любовь. Вот настоящий успех. Если у вас цель просто заработать себе на машину, а нахрена она? Зачем вам-то машина? Чтобы ездить, быть крутым, там, что-то строить из себя? Зачем вам тачка? Зачем вам куча денег? Зачем вам это богатство, если вы ничего не даете миру взамен? Если вы вот остаетесь в одиночестве, и все, и вы ноль. Вы пустышка. Внутри-то ничего нет. Вы себя окружили, если все это забрать, да, все эти атрибуты. Все, вы ноль, вы пустой. И к чему все это стремление? Ради чего тогда? Вот важно, что понимать. И мне многие задают вопрос. Тарас, может быть, вот, главной целью в жизни являться богатство или успех? Не может. Какое нахрен богатство? Что ты хочешь с этим делать богатством? Ты хочешь что-то изменить в этом мире? Ты хочешь сделать какой-то вклад? Зачем тогда это богатство? Ну да, у тебя все будет самое лучшее, самое дорогое. Ну и что с этого? Как бы ты ни богател, в душе всегда будет пусто. В душе всегда будет пусто. И тебе будет вечно мало, мало. Это как наркотики. Ты будешь увеличивать дозу. Ты думаешь, вот, мне для счастья нужно это. Купил это. Нет, несчастлив. Еще что-то там купил. Несчастлив. Понимаете? Осознайте. Вот те ребята, которые сейчас ставят перед собой какие-то там цели, смотрите через призму любви. Я всегда смотрел через призму любви. Да, я сильно хотел разбогатеть. Да, у меня были деньги в голове, но это все делалось ради любви. Во-первых, я очень сильно хотел влиять. Я хотел стать рэпером и писать классные текста, чтобы эти текста меняли жизни людей. Вот что я хотел. Но, потом я захотел вернуть свою любовь. Все это делалось ради того, чтобы вернуть любовь. Поездки, я путешествовал, накатывал визы. Ради того, чтобы у меня был паспорт с визами и мне дали визу в Америку. Я зарабатывал деньги ради того, чтобы обеспечить свою любовь, обеспечить свою семью. Я хотел переехать в Америку, мне нужны были деньги. Понимаете, ради чего это делалось? Деньги были на втором плане. И плюс я хотел влиять. Я хотел быть значимым. Я хотел помогать людям. Я хотел делиться. Но чем я могу делиться, если я никто? Я могу просто рассказывать о своей жизни, показывать свой путь. Я просто не знал, а что я могу людям предложить. А потом, когда я начал развиваться, когда я начал расти, я понял, да, что вот я расту, я приобретаю что-то. И я могу людям рассказывать о своем пути. Я могу делиться с людьми своим опытом. Ага, я уже много знаю. Да, я могу дать какой-то совет. Да, я там прочел. Я совершил определенное количество ошибок. Все, теперь я знаю. Я могу рассказать там о своем опыте. И вот эта вот идея конвертировалась, конвертировалась, конвертировалась. И вот выросла во что-то большее. Но к чему все это? К тому, что деньги сами, само вот богатство не должно быть прям на первом месте. Это побочный продукт. Вот будет у вас любовь, будет у вас сильное желание, вот тогда и придут деньги. А если прям деньги, деньги, сами деньги будут на первом месте, ну вряд ли тогда не придут. Могут прийти, но в душе вы будете несчастным человеком. И вот теперь я возвращаюсь к осознанности. Вот на этом карантине я все делал то же самое. Но начал акцентировать свое внимание на более главном вещи. Закат уже был совершенно другим. Когда я читаю книгу, как-то уже по-другому читается. По-другому уже общаемся мы с любимой. То есть ты ценишь, ты замечаешь вот эти вот маленькие моменты. А раньше ты их не замечал. Раньше на тебя влиял вот этот вот посторонний шум. Понимаете? Раньше ты весь в заботах. Так, у меня проблемы, нужно туда. Так, у нас там забронировано то. Билеты туда. Нужно съездить в Грузию. Там порешать дела. Потом туда, потом сюда. То есть можно сказать, ты везде, но нигде. Ты везде, ты вечно где-то там летаешь, ты кушаешь, ты ничего не замечаешь, ты думаешь о другом и ты нигде. А вот когда весь этот шум пропал, ты концентрируешься на главных вещах. Ты вот кушаешь, блин, да еда какая-то уже не такая, она вкуснее стала. Закаты уже красивее стали. То есть ты здесь и сейчас. Все становится неважным. Какие-то проблемы, там хейтеры, враги, они не важны. Важен человек, с которым ты рядом. Да? Важно то, что происходит с тобой сейчас, здесь и сейчас, именно в моменте. Вот эта вот осознанность появилась. Понимаете, что я вам хочу донести? Плюс, я думаю, она появилась из-за того, такого у меня раньше никогда не было. Из-за того, что я вот эти дни прям сделал тотальную чистку. Начал концентрироваться на пользе. Начал больше читать, начал развиваться. Потому что сейчас, в это время, столько дерьма. Оно везде, оно в инстаграме. Все на этом хайпят. Мир просто сошел, блин, с ума. Меня так это, блин, бесит. И вот я себе сказал, все, я это дерьмо хавать не буду. Я концентрируюсь на себе. Я не буду, блин, засорять свою голову всяким хламом. Я буду свой разум загружать только всем самым полезным. Только всем самым лучшим. Чтобы всякие мысли меня не отвлекали. И настолько стало на душе просто, вы себе представить не можете. Настолько стало легко. Ребята, вот через это нужно пройти. Через это нужно пройти, но чувства просто непередаваемые. Вы здесь и сейчас. Вы в моменте. Счастье чувствуется по-другому. Любовь чувствуется по-другому. Вкусы чувствуются по-другому. Все другое. Все такое живое, настоящее. Ты здесь и сейчас. Блин, это настолько важно. Попробуйте так сделать. После этой вот чистки, после вот этой вот концентрации на тех вещах, которые вам реально важны, вы будете совершенно другим человеком. И я надеюсь, после этого видео многие задумаются, многие изменят свою жизнь, многие осознают, что для них важно. Может, вы пересмотрите свои цели, потому что если вы будете жить жизнь, проживать ее, можно сказать, ради предметов, да, а внутри будет пусто, вы просрете свою жизнь. Реально вы ее просрете. Начинайте смотреть на все через призму любви. И вот тогда все к вам придет. Вы тогда будете находить радость в самых обычных мелочах. Вы будете счастливее самого богатого там человека, понимаете? И если вы себе говорите, вот дай-ка я сначала заработаю деньги, а потом займусь собой, потом займусь самопознанием, саморазвитием, ребята, нихрена. Во-первых, вам сложнее будет заработать деньги с таким мировоззрением. А во-вторых, вы все это время будете пустым. Я знаю, о чем я говорю. Я через это прошел. Еще раз вам говорю. Друзья, на этом я с вами буду прощаться. То, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Конечно же, вот всей полноты эмоций тяжело передать вот словами. Дальше, дальше вы сами. Вы должны это прожить, если вы хотите изменить свою жизнь. Вы должны это прожить. Посыл этого видео. Живите здесь и сейчас. Начинайте чувствовать любовь. Начинайте чувствовать благодарность. Живите здесь и сейчас. Концентрируйтесь на возможностях, на пользе, на позитиве. Здесь и сейчас. Обратите внимание на главные вещи. Не на посторонний шум. Не на тех людей, на которых вы смотрите. И вот вы хотите добиться успеха, чтобы иметь машину или чтобы иметь еще там что-то, что имеет ваши кумиры. Нет. Сгоните на себя. Даже не на меня. У вас своя жизнь. Вы должны хотеть то, что хотите вы, а не то, чем владею я или другие. Понимаете? На себя смотрите. И через главные вещи к вам придет счастье, успех. Поверьте мне, придет. Обратите внимание на главные вещи. И вы будете счастливы. Даю гарантию. Огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Я надеюсь, это видео было очень-очень полезным. Пожалуйста, воспользуйтесь моими советами. Не будьте просто потребителями. Вот посмотрели и сказали, да, окей, хорошо. Или еще хуже. Написали мне комменты. Мне часто пишут такие комменты. Ты меня замотивировал встать с дивана и подойти к холодильнику давно хотел. Ну, ребята, что за бред? Ну, что за тупость? Вот вы что думаете? Что вы этим меня обидите? У меня-то все хорошо и счастлив. Вам же от этого хуже. Вам же от этого хуже. Это же ваша жизнь. Измените свою жизнь. Ну, вот я не понимаю таких людей. Начинайте что-то делать. Не будьте просто потребителями. Просто прочел. Я прочел стол книг. Мне ни одна книга не помогла. Ну, что за бред? Начинайте что-то делать. Вы почувствуете в этом кайф. Да вам будет так офигенно от этого. То, что ваша жизнь наполняется красками. То, что в вашу жизнь приходит счастье, успех, здоровье, богатство. Да вам будет кайфово от этого. Начните что-то делать. Всех люблю. Всех целую. Да пребудет к вам успех, счастье и любовь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»